В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Русул. Здравствуйте! Коронавирус и рак. Как вести себя онкологическим пациентам во время эпидемии? Какая помощь и профилактика необходима в борьбе с раковыми заболеваниями? На этот вопрос ответит Яков Харитонов, главный внештатный онколог. Яков Николаевич, кто находится в группе риска по онкологическим заболеваниям? Расскажите. Добрый день! В группе риска по онкозаболеваниям на сегодняшний день находятся все люди с хроническими заболеваниями того или иного органа. Это так называемые облигатные раки. Рак ведь не возникает на пустом месте. Существует хроническое воспаление в медицине так называемое. И на фоне этого хронического воспаления возникает дисплазия. На фоне дисплазии уже возникает рак. То есть это измененная клетка, которая начинает хаотично непрерывно делиться. И на этом фоне возникает сначала предраковое заболевание на фоне хронического воспаления. А в дальнейшем уже в зависимости от локализации и видов рака возникает рак. А почему вообще эта дисплазия возникает? Почему вообще какие-то... Как я уже сказал, это хроническое воспаление. То есть нелеченное хроническое воспаление. Вообще понятие рак, оно рассматривается как не острое заболевание, а хроническое заболевание, которое протекает с периодами ремиссии и периодами обострения, как любого другого заболевания. Если в обыденном состоянии можно сказать, что есть такой диагноз, например, хронический гастрит, он протекает с периодами ремиссии, то есть когда ничего пациента не беспокоит, и с периодами обострения, когда возникает тошнота, возможная рвота, боли в желудке. Вот это то же самое возникает, только протекает процесс онкозаболевания, он немножко по-другому. В зависимости от локализации, состояния пациента и наличия тех или иных осложнений онкозаболевания. А когда нужно обратиться к врачу, какие вот есть звоночки, что пора? Ну, любое хроническое заболевание, по идее, оно должно и оно состоит на диспансерном учете у тех или иных специалистов. Прежде всего, это у терапевта. То есть если терапевты состоят на учете, например, такие заболевания, как хронические обструктивные бронхиты, хоблы, хроническая обструктивная болезнь легких, да, в общем-то это считается как предраковое заболевание легких. Дальше, хронический атрофический гастрит, который тоже должен наблюдаться, и он наблюдается, и состоят они на учете, прежде всего, у терапевта и гастроэнтеролога. Если по легким, в зависимости от локализации хронического заболевания, они состоят, прежде всего, у терапевта, и уже во вторую очередь у узкого специалиста. Например, хроническая обструктивная болезнь легких – это терапевт и пульмонолог. Хронический атрофический гастрит – это терапевт и гастроэнтеролог. Вот так. А как часто нужно посещать врача, чтобы не пропустить заболевания? Существуют группы диспансерного учета. Это те, кто состоят на диспансерном учете, и при каждом заболевании есть свои сроки диспансерного наблюдения с необходимым перечнем обследований и анализов, которые нужно контролировать. Ну, например, хронический атрофический гастрит. Там делается ФГДС раз в полгода, при наличии каких-либо изменений хотя бы раз в год рентгеноскопия пищевода и желудка с барием, как дополнительный метод исследования. Далее сдаются анализы – это общий анализ крови, прежде всего, общий анализ мочи, УЗИ брюшной полости и по показаниям, и по направлению доктора – это КТ брюшной полости, компьютерная томография. А бывает же такое, что человек вообще не чувствует, и у него вроде как и хронических заболеваний нет, и тут вдруг раз выявляется, что рак и какая-нибудь уже степень неоперабельная, нелечибельная. Иногда опухоль маскируется, и она протекает на первых, так скажем, парах бессимптомно. Когда у опухоли появляются симптомы, это прежде всего уже идут какие-либо осложнения, либо прорастание опухоли, прорастание, либо пенетрация опухоли в другой орган, например, хроническая язва желудка или двенадцатиперстной кишки, которая прилегает к поджелудочной железе, вот она может дать вот такие осложнения, то есть пенетрацию, перфорацию и вот такие. Если язва находится на большой кривизне, и мы представим себе желудок, пациенты могут сейчас не вопрос посмотреть интернет и посмотреть, как вот проявляются эти заболевания. Если язва на малой кривизне, то при приеме пищи, конечно, она травмируется при попадании пищи в желудок, в первую очередь, и она дает о себе знать. Но если эта язва находится на большой кривизне желудка, хроническая, она долгое время может никак себя не проявлять. То есть вот так называемое скрытое течение заболевания. Заболевания кишечника, которые протекают длительно, вроде бы какие-то хронические запоры, но опухоли бывают, которые растут внутрь кишки, то есть они бывают, динамические нарушения возникают, а бывают опухоли, так скажем, инфильтративный рост, то есть они инфильтрируют стенку и вызывают постепенное сужение кишки. Сужение кишки, то есть вроде это все не нарушается, никаких проблем нет, но с течением времени сужение кишки оно декомпенсируется, и, соответственно, возникают те или иные нарушения, вплоть до острой кишечной непроходимости. То есть пациент вроде страдал запорами, а тут раз тебе все, как говорится, прекратилось, и он не может 2-3 дня сходить по большому в туалет, соответственно, у него возникает вздутие кишечника, и он уже поступает по срочным показаниям в хирургическое отделение через приемный покой больницы. Признаками ОКН. А бывает такое, что есть какая-то наследственная предрасположенность? Генетическая предрасположенность называется наследственная рак, и, конечно, она есть. То есть если мы здесь судим прежде всего по раку молочной железы, если у мамы, бабушки по женской линии были раки молочной железы, то, конечно, они есть. Риск возникновения рака в том или ином возрасте, он неопределенно существует. То есть здесь мы в любом случае такую пациентку в анамнезе, она указывает, что у нее есть наследственный рак, мы ее наблюдаем. Согласно тем алгоритмам и стандартам диагностики и обследования при подозрении, то есть у нее возникает вначале мастопатия, та или иная, но нас интересует прежде всего как онкологов, это узловые мастопатии, узловые формы мастопатии. То есть это узел, на который действуют гормоны, и с течением времени этот узел изменяется. То есть если есть фиброаденома, и она начинает как в течение какого-то периода расти, а мы ее ставим на диспансерный учет, как доброкачественное новообразование, и наблюдаем раз в три месяца, раз в шесть месяцев контроль УЗИ, при необходимости маммография, и, соответственно, уже смотрим. Если она начинает проявлять себя клинически, то есть расти, мы направляем такую пациентку к маммологам для дообследования и решения вопроса об оперативном лечении, удалении этой фиброаденомы. Это тоже, в общем-то, идет как профилактика последующего рака в более позднем возрасте. То есть нужно знать еще все болезни родственников? Да, конечно. До какого колена нужно знать? Ну, хотя бы до третьего. То есть мама, бабушка, прабабушка, вот эти хотя бы нужно знать, потому что наследственные раки, они существуют. Вообще онкоген, он у нас есть у всех, но наша иммунная система, она уничтожает вот эти клетки, которые формируются на фоне дисплазии и прочих нюансов. То есть возникают клетки нехорошие, которые ведут себя не как нормальные клетки, а они возникают на фоне хронических воспалений, иммунная система их просто-напросто уничтожает. Вот и все. А как мотивировать людей проходить плановые осмотры, чтобы не пропускали такие страшные заболевания? Плановые осмотры на сегодняшний день у нас существует такое понятие, как диспансеризация. Это обязательно, потому что она сейчас у нас проходит раз в год по возрастам. То есть те возраста, которые наиболее уязвимы при этих заболеваниях, они проходят. То есть есть так называемый первый этап диспансеризации, когда все возраста проходят. Когда специалист выявляет, это в основном терапевты, они выявляют то или иное заболевание, они направляют на второй этап диспансеризации, где проводится у узкого специалиста углубленное обследование по тому или иному заболеванию, в том числе хроническому. А есть какие-то новые методы профилактики, какие-то отечественные разработки против онкологических заболеваний? Ну, новых методов профилактики на сегодняшний день их не очень много. Новые методы лечения заболеваний, да, они существуют, они есть. Некоторые из них проходят какие-то клинические испытания на сегодняшний день. Очень отрадно то, что на сегодняшний день мы стали больше проводить клинических испытаний в плане применения того или иного лекарственного препарата, это наши разработки, это уже мы не берем иностранные разработки, да. То есть мы, конечно, и сравниваем их, и смотрим, то, конечно, это очень отрадно в том плане, что все-таки каждая национальность, в том числе, она еще и болеет по-разному, в том числе онкозаболеваниями, поэтому это тоже нужно учитывать. Разработки такие есть, существуют, но это все решается строго индивидуально у пациента. Если у пациента выявляется опухоль, мы его здесь, согласно нашим стандартам диагностики, мы его обследуем на нашем уровне, в дальнейшем он забирает все диски КТ, УЗИ, анализы, он едет на прием к узкому специалисту. Например, если это молочная железа, то это мамолог, если это желудок или кишечник, то это абдоминальный онколог, если это легкие, то это таракальный онколог. Так, соответственно, они уже там делают какие-то дополнительные дообследования, и в том числе тех методик, которых у нас в НАО нет. Они берут гистологию, либо снова забирают, либо пересматривают наши стекла, которые у нас здесь берутся при исследовании, и, соответственно, они еще готовят не только гистологические препараты. На сегодняшний день в архангельском онкодиспансере работает молекулярная диагностика. Раньше она была только в Москве, Санкт-Петербурге, больших городах. На сегодняшний день она есть и в том числе в Архангельске, в онкодиспансере. На основании этих блоков стекол, если им не хватает препарата, они повторно берут биопсию с пораженного органа и делают в том числе еще иммуногистохимическое исследование и молекулярную диагностику в виде определения мутаций. Когда есть мутация, то у пациента есть запас так называемой таргетной терапии. Вот и все. А прививки, вот я знаю, что какое-то время, не так давно, делали прививки от рака матки девочкам. Это что это вообще за прививки? Это называется не от рака матки, а от рака шейки матки. Существует вирус папиллома человека. Инфицированность населения земного шара 90-95%. Это практически каждый человек инфицирован на земном шаре. Но вирусы папиллома человека существует более 50 видов. Самые основные онкогенные вирусы, интересные в плане онкологии, это 16-18 типы. Они берутся у женщин с шейки матки, когда на приеме у онколога, и у мужчин это с уротро берется. Это уже уролог забирает, либо другой специалист, который в смотровом кабинете. И определяется, есть наличие 16-18 типа вируса папиллома человека или нет. Если есть наличие ВПЧ 16-18 типы, соответственно, существует риск онкозаболевания на фоне хронического заболевания, который есть у данного пациента. В ВПЧ 16-18 типы вызывает 7 видов рака, потому что этот вирус живет только в определенном эпителии, который находится у нас в полости рта, полости ротоглотки, горта наглотки, прямая кишка, шейка матки. Вот эти локализации вызывают, вернее не вызывают, а провоцируют. Вызывание на фоне хронического, он поддерживает хроническое воспаление и в дальнейшем может вызвать в каком-то определенном возрасте рак того или иного органа. А прививка, она действенная? Прививка, да, действительно, она действует. Она есть четырехвалентная и есть девятивалентная. Четырехвалентная, она покрывает вот эти все самые злые вирусы папиллома человека, в том числе 16-18 типы и различные там бородавки, которые больше всего интересны драматологам, которые вызывают неприятные ощущения в этих локализациях. То есть она покрывает, и действительно, ее нужно делать до периода полового созревания и до начала половой жизни. То есть если пациент или пациентка привиты, на сегодняшний день это возраст 12-13 лет, она включена в национальный календарь прививок и делается детям, в том числе и мальчикам и девочкам, 12-13 лет. Нужно, чтобы было покрыто вот прививкой этой не менее 80% детского населения, которое у нас есть. И если это население, грубо говоря, если мы возьмем 100 человек, то должно быть привито 80, и, соответственно, здесь мы в этом поколении, которое было привито в этом возрасте, мы не увидим тех подъемов онкозаболеваний, соответствующих локализаций на фоне вот этой прививки. Да, она действительно работает, она применяется с 85-го года. Начало это было Москва, Московская область. На сегодняшний день она делается всем по России. То есть она включена в национальный календарь прививок. Единственное, что прививка, конечно, дорогая, но они должны рассчитать на год, сколько у нас таких детей, и их привить. А есть какая-то группа риска, исходя из возрастного, гендерного, профессионального списка? Вот есть какие-то люди, которые в первую очередь должны проверяться? Существуют так называемые профвредности, и когда пациент проходит, кроме диспансеризации, еще и осмотр перед работой, либо, значит, ежегодный какой-то осмотр, который у них запланирован, вот, то, конечно, там учитывается профвредности. И те хронические заболевания, которые могут быть вот при этом, и им делается соответствующее обследование, то есть это как его узким специалистам уже, да, и мы делаем те или необходимые обследования, и если есть какое-то подозрение, мы пациента направляем в то или иное учреждение для дообследования и решения вопроса о лечении такого пациента. А какие анализы нужно сдавать вот всем поголовно, кто заботится о своем здоровье, чтобы не пропустить раковые заболевания? Ну, при раковых заболеваниях может быть не в том мере, потому что все-таки это второй этап диспансеризации, углубленное обследование. А вообще нужно на основании общего анализа крови, можно заподозрить, что у пациента есть какие-то неполадки в здоровье, например, хроническая анемия. Хроническая анемия, которая нам говорит о том, что у нас где-то есть хронический процесс, на основании которого из пищи не всасываются те или иные необходимые нам микроэлементы, железо, фолиевая кислота, витамин В12, это прежде всего желудок и кишечник, вот в этом отношении. А так клиника разного предракового заболевания, онкозаболевания, она, конечно, зависит от локализации. Если мы берем, например, желудок, то это боли, возникающие после еды, отрыжка воздухом, клинические, я имею в виду, протекает, да, нарушение всасывания, то, что я вам сказал впереди, витамина В12, фолиевые кислоты, железо, она сопровождается анемией, то есть снижение гемоглобина. По общему анализу крови, плюс хроническое воспаление, которое нам говорит соя, скорость оседания эритроцитов, соя, роя, которая пишется в анализе крови. Тромбоцитоз способствует, то есть есть высокие цифры тромбоцитов при подозрении вот на онкозаболевание. Это может быть, это по общему анализу крови, что мы можем здесь сказать. Вот, дальше, какие-либо биохимические анализы крови, они могут показать, например, билирубин, АЛТСТ, это функция печени, оценка. Мочевина, креатинин, это оценка функций почек. Вот, и существует еще так называемый, на сегодняшний день онкомаркеры. Но самые значимые, которые включены во второй этап диспансеризации, это для мужчин ПСА общий. Если необходимо, берем развернутый. И у женщин это СА-125 и ХЕ-4. Они действуют вот как раз на СА-125 и ХЕ-4 на женские половые органы, кроме шейки матки. А ПСА это рак предстательной железы. Это диагностика рака предстательной железы. Вот, но тут должны быть соблюдены особые, значит, правила забора этих анализов. Они прописаны везде. То есть их можно узнать до специалиста, который их назначает. Вот, поэтому так. Если все-таки у человека подтвердился диагноз рак, что делать, куда ему нужно обращаться, как себя нужно вести? Если выявлен диагноз рака, в нашем случае, да и в любой, наверное, клинике, терапевт либо другой специалист, он направляет его к онкологу. Мы, общие онкологи, проводим дополнительное обследование, которое не проведено на этапе осмотра у терапевта либо другого узкого специалиста. И направляем этого пациента со всеми данными обследований на консультацию к узкому специалисту. То есть я уже ранее говорил, это, например, если желудок, кишечник, это абдоминальный онколог, в Архангельский онкологический диспансер. Там они проводят дополнительное обследование и после консилиума, после гистологии, после иммуногистохимии, определения возможных мутаций, они уже расписывают схему лечения. Схема лечения онкопациента, она не одно лечение. То есть бывает операция. У нас в онкологии это операция, это химиотерапия, это лучевая терапия, это гормонотерапия. Вот выбирается согласно стандартам лечения тот или иной метод лечения у данного конкретного индивидуального пациента. Опухоль протекает у каждого пациента индивидуально, соответственно, и лечение индивидуальное строго. Потому что здесь мы не можем сказать, что у пациента несколько, три рака желудка, но у каждого лечение может быть разным. В зависимости от гистологии, от сопутствующих заболеваний, от наличия иммуногистохимии или мутации, чувствительности опухоли к тем или иным препаратам. То есть три пациента, лечение разное. А насколько влияет настрой самого пациента психологически на выздоровление? И вообще нужно как себя настраивать? Вообще как это делается? Ну, у пациента, тем более у онкопациента, всегда так называемый стресс протекает. Он, и эти вещи, они присутствуют у каждого пациента. То есть сначала идет отрицание этого заболевания, что у нас его нет, и ошибка, прочие нюансы, да. Потом идет осознание этого заболевания, и потом настрой на лечение. Обязательный настрой на лечение, он должен быть. Без этого любое заболевание протекает плохо. Если пациент не настроен на лечение, соответственно, заболевание протекает хуже, чем хотелось бы. Я всегда говорю, что у нас есть нас двое, вы и пациент, мы с вами, если эту болезнь победим, нас двое, мы побеждаем ее. Если у вас двое, я один, то я вас могу не победить. Если есть такое понятие в онкологии, как уход пациента в болезнь, это психологическое состояние, поэтому и существуют онкопсихологи, которые занимаются выводом из этого состояния онкопациентов, настрой на лечение и настрой на выздоровление. Потому что каждый пациент переносит это по-своему. Да, это глубокий стресс, да, это рушатся все планы на завтра и начинается какое-то вот смятение в душе, да. Но в любом случае нужно настраиваться на хорошую волну, потому что без этого не бывает. Да, конечно, лечение тяжелое, химиотерапия, побочные действия, лучевая терапия, побочные действия, гормонотерапия, побочные действия, операция, восстановление после операции, тяжелые операции. Это не просто убрать часть кишки и прочие нюансы или желудок, например. Там еще есть такое понятие, как лимфодисекция, убирание лимфоузлов соответствующей области первого, второго и третьего порядка. Убирается. Это в зависимости лишается клинической ситуации на операционном столе. Вот. Здесь такие нюансы, они есть. И еще раз говорю, что лечение пациента онкобольного – это строго индивидуальное. А можно ли вылечить рак нетрадиционными какими-то методами медицины нетрадиционной? Есть такие случаи в вашей практике? Природа, она как таковая, бывает все в этой жизни. Мы не можем утверждать, что уж не бывает таких случаев. Это бывают такие, как в жизни форс-мажоры. То есть мы не можем ни отрицать, ни подтверждать такие случаи. Да, эти случаи интересны. Они есть в клинической практике. Но это, скорее всего, было доброкачественное образование, которое было принято за злокачественное образование. И существуют такие пограничные состояния в онкологии. Скорее всего, что это возможно и было. И на фоне того или иного лечения народными способами это заболевание ушло. И оно не перешло в ту стадию рака, которая должна быть. Конечно, любое хроническое воспаление, если мы его лечим, не допускаем обострения хронического заболевания. Соответственно, оно остается на той стадии, на которой было. То есть важна ранняя профилактика обострения того или иного хронического заболевания. Это, конечно. Вот сейчас актуально коронавирус, и пациенты, онкологические пациенты, они, наверное, более уязвимы к этой инфекции? Да, конечно, потому что состояние онкозаболевания – это состояние иммунодефицита. Любого иммунодефицита, которое может быть при ВИЧ-инфекции. Там поражены определенные клетки, отвечающие за иммунную систему. Гепатиты хронические, В, С. При сахарном диабете первого типа – это врожденный диабет. Там изначально идет нарушение различного характера. Вот здесь иммунодефициты, которые сопровождаются, состояние, которое сопровождается иммунодефицитными, они, конечно, прежде всего и поражают их новая коронавирусная инфекция. К сожалению, конечно, это вирусная инфекция, это острая вещь, инфекционное заболевание. Оно унесло коррективы в оказании медицинской помощи, в том числе онкологической, да, и плановой. Мы же видим все, что пациенты не могут попасть, потому что это состояние, которое требует неотложных мероприятий, и оно связано с тем, что необходимо открывать дополнительные койки для таких пациентов, их никуда не денешь. Онкологические пациенты – это плановая помощь. Понятно, что мы оттягиваем их лечение, но в любом случае это вот такое происходит, да, в мире, в том числе, не только у нас. Вот, наша система медицина, она все-таки близка к оказанию военной помощи. То есть у нас есть фельдшерско-акушерские пункты, это доврачебная помощь, участковая больница – это первая врачебная помощь. Далее идут специализированные отделения – это хирурги, неврологи, терапевты и прочие узкие специалисты, и дальше идет высокотехнологичная медицинская помощь. Да, конечно, при этих состояниях необходимы дополнительные мощности, необходимы дополнительные вложения, в том числе это дорогостоящие препараты на сегодняшний день, да, немножко коснусь чуть позже. И вот эта вирусная, коронавирусная инфекция, она внесла свои коррективы. Но на сегодняшний день у нас в России, слава богу, помощь онкологическая, она оказывается, как и оказывалось. Но с соблюдением всех санитарных норм, соответствующие при поступлении в отделение ПЦР-тесты, это говорит ПЦР-тест, либо он отрицательный, либо он положительный, говорит о том, что болен человек или нет. Это необходимо в том числе и для того, чтобы не занести инфекцию в отделение. Вот. Далее, вот эта помощь, она в любом случае оказывается пациенту. Хотелось бы попросить пациентов на сегодняшний день, чтобы они приходили четко в срок к тому времени, на которое назначено, чтобы не создавать толпу при приеме у любого другого специалиста, как и у онколога. Вот. Почему? Потому что это, так скажем, подвергается риску пациенты, не только они сами, но и другие пациенты, которые находятся с вами в коридоре, в ожидании очереди. Вот поэтому им выдается определенный талон, когда началась в 2020 году пандемия, и мы эти нюансы соблюдали более строго. То есть мы пациенту жестко говорили, что вы должны прийти вот в такое-то назначенное время, и больше никак. Соблюдение всех масочный режим, неважно, привиты вы, непривиты, но соблюдение масочного режима, перчаток на сегодняшний день, перчатки в этом отношении тоже желательно носить, особенно в поликлиниках, да, потому что мы можем этот вирус где угодно подхватить. Вот. И вот в любом случае эта помощь, она оказывается. А что как раз вот с лекарствами, как обстоят дела обеспеченные лекарствами онкобольных? Наличие в отношении каждого пациента вопрос лекарственного обеспечения решается индивидуально, потому что эти препараты, они четко подстроены после того, как проведен консилиум в онкодиспансере, в НИИ Петрова, да, так скажем, мы работаем с этими, в НИИ Блохина, то там четко расписана схема лечения данного пациента. В конкретный случай. И это все рассматривается индивидуально. Вот. Лекарственные препараты у нас закупаются, те, которые у нас идут в широком, так скажем, смысле этого слова, у нескольких пациентов. То есть, например, есть 10 пациентов, получающих стандартную терапию в течение года. Это называется плановая годовая заявка. Появляются новые пациенты, на них пишется ВК, это врачебная комиссия, через врачебную комиссию утверждается препарат, и он закупается дополнительно. На этого пациента на то оставшееся время года, плюс с запасом может быть до первого квартала. Соответственно, вот это все делается. Еще вот такая информация, буквально недавно я узнала, что в середине декабря приезжают специалисты, как раз вот по онкобольным. Расскажите, что это будет? Это называется онкопатруль. Приглашаются специалисты по наиболее распространенным онкозаболеваниям. Например, молочная железа – это мамолог, таракальный хирург, в зависимости от того, кого приглашают. То есть, приезжает так называемый онкопатруль. И он смотрит пациентов, тех, которые состоят на диспансерном учете, плюс по приглашению тех, кто хочет. Да, действительно, они приезжают, и они это будут делать. Так называемые, ну, если говорить о молочной железе, чтобы онкопатруль это быстро все пройти, нужно пригласить сюда мамолога, эндокринолога и узиста, гинеколога. Вот этих четырех специалистов, чтобы пациент, далеко не бегая, в течение дня, прошел вот этих всех специалистов, и им поставлен предварительный диагноз, пока без гистологии. А если доктор владеет еще и функцией так называемой пункции, то есть, пункция того образования под контролем УЗИ, это можно все сделать. То есть, эти нюансы, они тоже соблюдаются. Это так называемый онкопатруль. А сейчас неизвестно еще, в какое время они примерно приедут? Пока не могу сказать. Я думаю, что департамент и главный врач больницы дополнительно сообщат об приезде этих специалистов. Но они, я слышал, что они приезжают, да, действительно. Им будет выделена определенная аппаратура для работы, определенные кабинеты часы работы, и это все будет известно. Яков Николаевич, спасибо большое, что вы к нам пришли, что рассказали о профилактике. Приходите к нам еще. А я напоминаю, что мы говорили о профилактике онкологических заболеваний во время коронавируса. На этот вопрос отвечал Яков Харитонов, главный внештатный онколог. До свидания, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok